По государственному официально, по-русски масштабно. В этом зале буквально свет управленческой нации. Те, кто не побоялся и рискнул, заявился и пришел, ответил и победил. За каждым из них десятки, сотни и тысячи граждан в родных коллективах. Поэтому руководитель Архангельской области, например, тут же задает тренд. Несмотря на то, что это всего лишь полуфинал, смело зазывает каждого проявить себя на своей территории. А для четырех представителей своего региона обещает даже подыскать теплое местечко. У России, у Северо-Запада есть очень серьезный вызов Арктика. Об этом говорит и наш лидер, президент России Владимир Владимирович Путин. И, конечно, Арктика – это великая территория возможностей, где тоже нужно будет проявлять самые лучшие человеческие качества. Представитель Архангельской области, который здесь находится, уже заместитель губернатора. Я так конкурирую с товарищами, поэтому окно возможностей тоже достаточно широкое. Не менее открыто презентует место для подвигов новгородский губернатор Андрей Никитин. Когда-то и он подобным конкурсным самопродвижением начал свой карьерный путь наверх. А его коллега Георгий Полтавченко отметил долю питерских в этом зале. Из 299 участников Северо-Западного округа, 206 чувствуют себя не как дома, а дома. Вопросы экономической политики, в частности, молодежной экономической политики в Санкт-Петербурге, они из первых лет назад, еще 5 лет назад, мы создали так называемый бываемый экономический резерв. За эти 5 лет через него прошло более 8 тысяч человек. В результате более 400 человек в Северо-Западном округе. Михаил Коллегов целых полгода находился в должности первого заместителя министра природных ресурсов КОМИ. Но когда год назад ведомство ликвидировали, вернулся в бизнес. Сейчас фирма кандидата экономических наук завоевала особо узкую нишу. Разработку природных радой документации для промышленных предприятий региона. Я работал в госучреждении, в бюджетном учреждении. Возникла у кого-то идея в учреждении, что давайте займемся вот этим. Но никто заниматься не хотел и попросили разобраться меня. Я разбирался, разбирался и потом подумал, что, наверное, это интереснее будет делать в рамках своего предприятия. На тот момент конкуренты были и сейчас конкуренты есть. То есть это абсолютно конкурентная ниша. Я не скрою, я хочу победить в этом конкурсе, получить, естественно, образовательный грант, как вы правильно сказали, миллион рублей, потратить на собственное образование и, естественно, вернуться в родную республику КОМИ. И тратить те свои знания, тот опыт, который здесь получают других участников именно в нашем регионе. Потому что считаю, что наша республика, наша республика КОМИ имеет огромный потенциал, который, к сожалению, не используется. Говоря о голоде управленческих кадров, Сергей Лобанов убежден, нашей республике есть что перенимать у соседей. Четкая ротация руководителей подразделений правительства Петербурга, исключительные составы резервистов и жесткий конкурсный отбор в кадровую копилку органов власти Калининградской области. Конкурс «Лидеры России» – еще одна квота для молодых и талантливых. Для нас важно, конечно, просто иметь доступ к этой базе людей активных, уже прошедших через горнила каких-то испытаний. И в любом случае я уверен, что те люди, которые приняли участие и до какого-то определенного момента дошли, или даже, может быть, попадут в финал, это люди, у которых, конечно, есть какое-то будущее управленческое кадровое. Поэтому мы, надеюсь, будем пользоваться вот этим вот резервом. Приглашает в коридор госкорпорации и глава почты России. Впрочем, сразу делает важную оговорку – цели должны быть чистыми. Тяжелая и рутинная работа, как награда, не всеми одинаково воспринимаются. Я бы, честно говоря, я, может быть, не рекомендовал бы вам меня, да, не потому что… Вы можете откажется с тобой. Нет, я не просто… Я не откажусь, да, но просто… Ну, как бы, даже вот с точки зрения обогащения какой-то своей деятельности и своей карьеры, может быть, имеет смысл, ну, как бы, попробовать узнать, как другой наставник на все эти вопросы смотрит. А со мной у вас, как бы, как это, экстра-опция, да? Я могу быть наставником, не будучи там официальным. Сыктывкарка Любовь Бустваева в своем стаже имеет управленческие должности на Сыктывкарском хлебокабинате и в Росгострахе. Здесь, с новыми знакомыми из других регионов, она обсуждает, как построить мост максимальной длины из бумаги и скрепок без применения клейка-ленты. Это одно из заданий психологического теста. Так, в игровой форме выявляется то, что называется командным духом и умением принимать нестандартные решения. Конкурс достаточно сложный. Тестовые задания, отборочные задания, они содержали в себе вопросы по литературе, по географии, истории. Многие сомневаются в честности этого конкурса. Я вас заверяю в том, что было все абсолютно честно. Например, мои результаты показались организаторам атипичными. То есть были набраны очень высокие баллы. И меня допустили до участия в полуфинал только после того, как я здесь, в Санкт-Петербурге, прошла тестирование повторно в присутствии контролеров. Теперь есть конкретные точки развития, на что надо обратить внимание в будущем. Что развивать, что уже на достаточном уровне знаний. Есть точки, куда стремиться, что подтягивать. То есть в этом смысле конкурс действительно людей наставляет и двигает, да? Да. Работу каждого участника на очном этапе федеральный эксперт оценит по самым разным критериям. Но в финал выйдут лишь 300 победителей полуфинала в каждом округе. Это будет в феврале 2018-го. Каждый из них получит образовательный грант в размере миллион рублей. А 100 финалистов в течение года смогут еще и общаться с наставниками проекта. С главами федеральных министерств и ведомств, губернаторами, руководителями государственных и частных компаний. Но учитывая, какими были последние испытания, каждый полуфиналист уже уникален. И практически в любой момент может возглавить любое предприятие или учреждение. Роман Истомин, телеканал Юрген, Санкт-Петербург.